Честно говоря, новости, которые прозвучали в ходе оперативного совещания в правительстве республики до него и после него, в определенном смысле затмили содержание самой оперативки, но про некоторые аспекты обсуждавшиеся на этом совещании все-таки поговорить стоит. Начнем с того, что и в этот понедельник Радзи Фаридович у нас опять в Москве. Уже закончились все вот эти среднепрофобразовательные ивенты, которые он дисциплинированно посещал в Москве, но появились какие-то новые причины. Я уже говорил о том, что, судя по всему, контроль и внимание со стороны федеральных властей и администрации президента Путина лично за Хабировым сейчас максимально усилен. Соответственно, вот каждый понедельник приходится отчитываться, не взирая на то, что по расписанию совещания в правительстве. В принципе, можно было бы уже, наверное, поручить и Назарову ввести совещание, но Радзи Фаридович все еще в цифровом виде присутствует на этих совещаниях. Самой громкой новостью оперативного совещания была новость, которая касалась, как ни странно, корпорации развития. Уже подзабытые, в общем-то, организации, редко упоминаемые в последнее время, казалось бы, что тут такого. Однако, это на самом деле совершенно феноменальная, абсолютно скандальная и абсолютно сенсационная новость. Правительство Республики Башкортостан, наконец, покидает Раиль Сарбаев. Хабиров сообщил о том, что на место руководителя корпорации развития с большим трудом и преодолев многие проблемы, удалось уговорить прийти некого Наиля Габасова, который возглавит теперь эту корпорацию, сменив на этом посту Раиля Сарбаева. Кто такой Наиль Габасов, совершенно непонятно, но Хабиров утверждает, что этот человек добился совершенно немыслимых успехов в аналогичной корпорации развития Республики Крым. И Хабиров же утверждает о том, что корпорация развития Крыма, она лучшая, наилучшая и самая, значит, продвинутая в России, отмечена всеми наградами и так далее, и так далее. Это очень большая удача, что господин Габасов нам удалось заполучить в руководство корпорации развития Республики Башкортостан. Оставим пока за скобками, насколько господин Габасов способен поднять дела в корпорации развития Республики Башкортостан. Оставим за скобками время от времени сомнительные оценки, которые давал Федеральный Центр экономическим успехам Крымского региона. Я напомню, что однажды даже проверяя экономические показатели Крыма, контрольно-счетная палата Российской Федерации пришла к выводу, что некоторые параметры не подлежат оценке. То есть настолько все в Крыму необычно и чудесато, что вот иногда даже не удается дать оценку. Ну да ладно, это мы посмотрим впереди. А вот что же произошло с господином Сарбаевым, почему пришлось в срочном порядке менять его на этом посту, вот это существенно важнее. Все мы помним, что практически сразу с приходом Хабирова господин Сарбаев был извлечен из пыльных шкафов сундуков, его отряхнули от этого забвения и водрузили на эту должность. Я тогда еще иронизировал, что вот Сарбаев наконец-то получил пиджак и джип. Многие считали, что назначение Сарбаева на руководство корпорации развития это некая откупная акция за то, что Сарбаев не будет участвовать в политике внутри республики и будет довольствоваться вот этой должностью. Хотя было совершенно непонятно, почему и зачем нужно бояться вот этого давно отставного премьер-министра республики времен Муртазы Рахимова. И учитывая то, что Сарбаев в момент, когда Хабирова изгоняли из республики Башкортостан в 2008 году, Сарбаев вел себя самым некрасивым и самым отрицательным образом, и вдруг, значит, ему свалилось такое счастье. Ну вот так решил Хабиров. Он полагал, что таким образом он откупится от Сарбаева и сможет его успокоить, но ничего не получилось. Практически с первых дней своего воцарения вновь в башкирской политике, в башкирском правительстве Сарбаев начал плести какие-то сложные интриги, причем они плелись в стилистике и нашим, и вашим, значит, и на вас, и на вас, и на вас, значит, компроматы и всевозможные негативные информации. Есть предположения о том, что Сарбаев финансировал вот эту довольно массированную, но абсолютно бестолковую пиар-компанию против Назарова на самом первом этапе, когда Назарову пытались выдрузить в должность премьер-министра в самый первый раз. Эти предположения, конечно, подтвердить и опровергнуть достаточно сложно, но есть кое-какие признаки и кое-какие данные о том, что это было дело рук Раэля Сариховича. Вот теперь, значит, видимо, чаша терпения переполнилась. Кроме всего прочего, есть много вопросов к деятельности самой корпорации развития. Есть довольно большое количество превышения лимитов норм по договорам, которые там были заключены. Уже у Наиля Габасова, нового руководителя корпорации развития, появились вопросы как практического плана, так и теоретического. В частности, он слегка был ошарашен размером офиса, который занимал Раэль Сарихович. Офис этот совершенно абсолютно неоправдан для этой компании, которая занимает чуть ли не половину первого этажа в этом шикарном офисном центре Нестеров на гостином дворе. Ну и к штату тоже вопросы, зачем вот такое количество этих длинноногих девушек совершенно необъяснимыми штатными и должностными обязанностями. Но, кроме всего прочего, самое главное, конечно, это финансовые результаты корпорации развития. К ним тоже очень много вопросов. И вчера уже появилась такая инсайдерская информация о том, что для проверки деятельности корпорации развития и для аудита, как говорится, с приходом нового руководства, туда заходит контрольно-счетная палата. Но тут я громко рассмеялся, учитывая то, что руководит контрольно-счетная палата Республики Башкортостан Константин Шагимуратов. А мы все знаем, что Константин Шагимуратов близкий и такой, значит, очень яркий соратник господина Сарбаева в прошлом и в том числе в 2016 году. Конечно, предполагать о том, что Костя объективно расследует и разберется в деятельности корпорации развития, наверное, не приходится. Тут бы, конечно, посоветовать, может быть, Хабирову завести туда свое контрольно-ревизионное управление или попросить, например, Следственный комитет или МВД проверить деятельность корпорации развития. Ну, не знаю. В общем, посмотрим. Впереди у нас какая-то оценка деятельности господина Сарбаева на этом посту. Посмотрим, как далеко он отбежит от правительства и где он будет базироваться. Как многие вчера начали ерничать всякие вот эти музыкашки о том, что Сарбаев отправляется в Сибай. Ну, конечно, Раис Альхович отправляется не в Сибай, а не дальше Москвы. Он отъедет из Башкирии. В общем, посмотрим, как эти события будут развиваться дальше. Я не устаю напоминать нашим зрителям-подписчикам о необходимости ставить лайки каждому из наших видео. Я уже говорил о том, что эти лайки для вас абсолютно бесплатное движение мышкой, а для нас это определенные критерии продвижения в иерархии Ютьюба. Чем больше будет лайков, тем больше людей увидят видео, ну, и тем большими людьми мы сумеем поделиться своими мыслями. В общем, ставьте лайки, жертвуйте деньги в помощь каналу, подписывайтесь, подписывайте своих родных, близких и друзей. И спасибо всем, кто нас смотрит. Как бы там ни было, все-таки вернемся к оперативке. На ней было несколько интересных, ярких моментов. И один из них, это, как ни странно, доклад господина Беляева, который отчитался о том, что в минувшие выходные он провел заключающий, завершающий этап акции «Зеленая Россия» и «Зеленая Башкирия». Там два дня они высаживали деревья, 19-го и, по-моему, 26-го, точно не скажу, но что-то вот в этих датах. И вот феноменальная вещь. Господин Беляев нам рассказывает о том, что он за эти два дня умудрился высадить 155 тысяч деревьев, 144 тысячи кустарников и 610 тысяч крупномеров. В общей сложности за два дня господину Беляеву удалось высадить 909 тысяч растений. Имеется в виду, таких вполне себе полноценных, это во мне редиску сажать, 909 тысяч единиц. Вот тут я, конечно, уже закричал в голос и попросил телевизор, чтобы телевизор отправил Костю Шагимуратова проверить господина Беляева. Совсем уж вот так вот оголтело врать и предполагать, что ничего проверить нельзя. Ну, 909 тысяч деревьев высадить за два дня, это уже совсем за гранью. А еще примечательным был доклад, вернее, содоклад, в рамках того же вопроса Госкомтраса Республики Башкортостан. Госкомтранс устами исполняющего обязанности председателя Госкомтранса Жулькова Виктора Михайловича отчитался о травматизме смертности на дороге. Опять у нас нет в эфире господина Морзаева, непонятно, что происходит. Опять у нас исполняющие обязанности на экране господин Жульков. И, в общем, картинка, конечно, печальная. Может быть, Морзаев уже просто боится сообщать Хабирову об этой статистике, но погибших за неделю 14 и уже валовое количество погибших на 9 превышает показатель прошлого года за тот же период. Остается 18 недель и до 400, вот этого дедлайна в прямом и переносном смысле, 400 погибших на дороге, остается 71 человек. То есть, если по нормативу это не более 4 человека в неделю, а даже в более или менее благополучный прошлый год в среднем погибало 8 человек в неделю. Мы помним, что Хабиров уже однажды охарактеризовал ситуацию как тревожную и сказал, что он потребует чьей-то крови в комитете, если этот норматив в 400 человек будет превышен по результатам 2020 года. Так вот, математический расчет показывает, что этот норматив точно будет превышен и по моим расчетам где-то в районе уже 25 ноября мы, к сожалению, увидим цифры превышающие 400 погибших на дорогах, чья кровь прольется в итоге вот этих всех вещей. Что-то мне подсказывает, что вовсе не господина Морзаева. Кроме всего прочего, Госконтранс почему-то ни словом не упомянул о вот том продолжающемся бардаке, который происходит в Уфе вокруг ремонта дорог, и не только в Уфе, но в Уфе это особенно заметно. Хабиров, кстати говоря, потребовал почему-то извинений Мустафина перед жителями Уфы, хотя напомню, что, ну да, конечно, мэр, безусловно, отвечает за ситуацию в городе, за то, что творилось, например, в выходные. Это просто уму неописуемо, что здесь творилось, и никто нигде никого не оповещал, город был хаотичным образом перекрыт. Но в большей степени здесь, конечно, отвечает господин Морзаев, потому что, хотя бы потому что, общий контроль за ситуацией находится за ним, финансы, которые вливаются в эти ремонтные работы, тоже контролируются в основном им. Там действительно очень большая доля финансов федеральных, которые идут через комитет, а город там совсем чуть-чуть. Ну, естественно, никто не снимает ответственности с господина Мустафина, но почему-то Хабиров всю ответственность возлагает на него и опять потребовал извинений. Зачем нам нужны извинения Мустафина? Нам совсем не нужны извинения Мустафина. Вы нам, Радь Фаридович, другого мэра найдите, пожалуйста. А вот извиняется он, пускай перед вами. Еще одна новость, которая витала прямо над оперативкой, но не относилась напрямую к содержанию оперативного совещания, была новость о грядущем уходе Максима Забелина. Несмотря на то, что ни Забелин, ни ведомство, ни кто-то еще никак не подтверждали намерение господина Забелина покинуть пост министра здравоохранения Республики Башкортостан, однако СМИ Башкирия и всякие инсайдерские источники, конечно, наперебой говорили о том, что Забелин уже написал документы, подал документы в федеральное министерство, что он хочет уйти в Москву и хочет покинуть родной Башкортостан. По крайней мере, я надеюсь, что он стал для него родным. Повторюсь, официально это не подтверждается, но очень настойчиво муссируется в различных весьма серьезных кругах. Конечно же, к этой ситуации можно прибавить вот этот инцидент с видеозаписью из 18-й больницы, где пожилая женщина несколько часов лежит на полу и в беспомощности не может встать, и никто к ней не подходит. А соседки по палате, которые тоже, видимо, лежачие, снимают это на телефон и потом выложили это все в сеть. Это, конечно, никак не прибавило авторитету господину Забелину в качестве министра здравоохранения. Эта видеозапись ушла в эфир и ушла уже в федеральные каналы и показывались как минимум на двух федеральных телевизионных каналах. Это, конечно, очень нехорошо было для авторитета башкирского здравоохранения, особенно в контексте того, что это 18-я ковидная больница. Очень нехорошо отреагировали на это видео в Москве с точки зрения ассоциирования вот этой вот картинки с в общем уровнем медицины по Российской Федерации. Не знаю, может быть, и с этим связаны попытки Забелина поскорее уйти в министерство и вообще поскорее покинуть Башкирию. Однако тут есть два вопроса. Первое. Отпустит ли его из Башкирии? Есть ли достойная смена ему или хотя бы технически удобоваримая смена? И второе. Он вообще нужен кому-то в федеральном здравоохранении после вот всех этих историй и после вот этого, значит, видео из 18-й больницы? В общем, пока ответа на эти вопросы нет, но есть упорные и многочисленные слухи о том, что Максим Васильевич нас все-таки покидает. А еще на оперативке говорили про ремонт подъездов. Опять, опять ремонт подъездов. Но, честно говоря, для меня это сейчас очень актуальная тема. Вот уже третий месяц ремонтируют мой подъезд, подъезды в моем доме. И, честно скажу, это ад. Но давайте по порядку. Начали разговор на оперативке с того, что результаты прошлогодней акции по ремонту подъездов никак не устроили Хабирова. И контрольно-ревизионное управление администрации главы проверило итоги работы Беляева в прошлом году в этом направлении, выявило тотальные и систематические дефекты. В 19 районах по республике Башкортостан выявлены грубейшие нарушения норм правил и порядка ремонта подъездов. Но это никак нисколько не смущает господина Беляева. Вообще, меня восхищает его природный оптимизм. Господин Беляев готов браться за любые задачи, выполнить любые поручения. Его нисколько не смущает, что у него ни черта не получается, все плохо, криво, ни вовремя, ни в срок. Он всегда весел, улыбчив и всегда готов дальше идти в бой. Видимо, вот это его качество и привлекает ради Хабирова. В общем, поговорили о том, что в 19 районах все очень плохо было сделано в прошлом году, и нужно бы это все исправлять, и вообще не стоит платить за такие работы. Беляев, кстати говоря, обозначил причины вот этого провала, на самом деле, прошлогоднего. И к этим причинам он относит две основные причины. Первая – это неблагоприятные погодные условия. И второе – это отсутствие должного взаимодействия между участниками процесса. Ну, погода у нас, конечно, всегда во всем виновата. Ее можно обвинить в любых проблемах от сельского хозяйства до тяжелого машиностроения. Я не понимаю, кто заставлял Беляева и в прошлом году, и в этом году начинать ремонты подъездов ближе к осени. Вот в нашем доме ремонт подъезда начался в конце августа. Где-то вот в 20-х, может быть, в 15-х числах августа. Почему они не делали ремонт в июне, в июле, я не знаю. То есть Беляев, очевидно, просто не успевал проторговаться или не мог организовать этот процесс. А вот к вопросу об отсутствии должного взаимодействия между участниками процесса, да, тут надо отнестись серьезнее. Я некоторое количество раз попытался взаимодействовать и поговорить с работниками, с конкретными рабочими, которые ведут у нас работы в подъезде, и столкнулся с очень большой проблемой. Дело в том, что эти работники не говорят ни на одном языке, который распространен в Российской Федерации. В конечном итоге мне с трудом удалось понять, что пользуются они в основном то ли пушту, то ли какой-то разновидностью этого языка. В общем, это языки людей, проживающих вокруг предгория и в горах Теньшане. Это по обе стороны таджистско-афганской границы. Вот люди вот такой языковой группы, они делают ремонт. Каким образом им прорабы и начальники объясняют объемы и порядок, и что где нужно делать, я не знаю. Может быть, они владеют или фарси, или пушту, вот это начальство. Но как эти люди вообще, в принципе, могут организовывать взаимодействие, они не понимают вообще русского языка совсем. То есть я со всем благорасположением попытался с ними поговорить, что-то спросить, на что-то указать. Но нет, это просто как бы инопланетный абсолютно контакт. Ну и естественно, конечно, это наводит на мысли о том, что исполнители работ подбираются очень-очень странным образом. Ну, помимо того, что даже на объекте, вот я на своем примере смотрю, на нашем объекте уже подрядчик сменился. То есть в процессе того, как они начали работать, и уже потом пришла другая компания. Уже меняется на ходу порядок работ и не предоставляется толком документация. То есть то железные двери, то пластиковые двери, то снова железные. По поводу цвета, окраски стен, вот то, чем особенно гордился Борис Владимирович. Все это выливается в такую схему. Подрядчик покупает краску, а потом убеждает жителей дома, что она им нравится. Вот и все. То есть ни о каком выборе, ни о каком обсуждении цветов речь совершенно не идет. Вот они купили какую-то светло-бежевую краску, самую дешевую, и теперь нас убеждают всеми силами, что это самое красивое, самое практичное, самое замечательное, и вообще все такой красят. Вот такая ловика. В общем, вот тут, конечно, у Бориса Владимировича много проблем, и тут я с ним соглашусь. Проблемы должного взаимодействия с участниками процесса действительно существуют. Хотя бы языковой барьер нужно отнести действительно к такой серьезной проблеме. Закончил Хабиров совещание и вовсе какими-то сенсационными заявлениями. Первое из них было странным. Это заявление о том, что он буквально вот скоро улетает в Белоруссию. Или в Белоруссию, как правильно вы говорите, я не знаю. Якобы заключать какие-то соглашения с сельхозпроизводителями. Вот это очень странно. Очень странно, хотя бы потому, что вообще не время сейчас кататься по заграницам, и особенно по всяким Беларусям. Сейчас в республике очень такой тяжелый и сложный период, хотя бы в смысле конструкции власти. Но Хабиров нашел причину уехать. Я не уверен, что в Беларуси сейчас имеет смысл заключать какие-то серьезные контракты, потому что того и гляди, власть в Беларуси сменится кардинально, и новая власть очевидно не признает решений и обязательств старой власти. Потому, конечно, Хабиров тут рискует попасть в довольно нехорошую ситуацию. А второе заявление, которое он сделал, но оно и вовсе как бы сенсационное по содержанию. Я позволю себе процитировать эту недлинную фразу, которую он сказал по поводу грядущего 2021 года. По его словам, 2021 год будет непростым для региона. И цитирую. Я каждый раз не устаю повторять. Нам всем нужно настроиться, что 2021 год будет непростой. Падение по всем показателям финансовым, и нам нужно затянуть пояса. Конец цитаты. Вот тут хотелось бы пояснений. Честно говоря, любые заявления главы региона всегда должны и воспринимаются всерьез. Если Хабиров внезапно объявляет нам о том, что в регионе все очень плохо по всем экономическим показателям, то хотелось бы немножко, чтобы он пояснил, о чем идет речь. Ведь совсем недавно и вообще-то все время у нас все было хорошо. И на прошлом, например, совещании Хабиров восхищался тем, как замечательно обстоят дела у нас в целом по экономике, а в частности по строительству и вообще супер-супер. И вдруг вот это мрачное заявление о том, что оказывается по всем экономическим показателям у нас все очень плохо, и в 2021 году нас ждет какой-то жуткий коллапс. Хабиров должен понимать, что подобные заявления, заявления подобного контекста не могут быть незамеченными. Они обязательно вызовут реакцию инвесторов, бизнесменов внутри территории, чиновников и так далее. Подобные вещи бросать на ветер просто так нельзя. То есть либо нужно объяснить, о чем идет речь и каким образом он, например, себе видит исправление этой ситуации, либо нужно помалкивать о подобных вот состояниях и как-то потихонечку в закрытом режиме это все ремонтировать. Конечно же, главный вопрос, который сейчас волнует всех, кто интересуется башкирской политикой, это то, как господин Назаров распорядится новым составом правительства, кто в нем останется, кто уйдет и так далее, и так далее. Я не планировал сегодня говорить на эту тему. Единственное, что могу сказать о том, что в моем представлении, конечно же, сокращение должно постигнуть, ну, хотя бы корпус вице-премьеров в республике Башкортостан, потому что 12 вице-премьеров это уже совсем чересчур. Однако при этом я должен разочаровать наших зрителей и всех, кто следит за политической повесткой в республике, каких-то колоссальных, резких и чудовищных изменений в правительстве прямо сейчас не будет происходить. Изменения это будут последовательные и постепенные. Дело в том, что состав правительства республики Башкортостан настолько неоднороден и настолько сформирован вовсе не по соображениям профессиональной пригодности или необходимости на посту, что вот эти вот субъективные аспекты, благодаря которым каждый из членов правительства пришел на свой пост и должны рассматриваться индивидуально. В том числе и господин Назаров, конечно, будет учитывать многие моменты. Некоторые члены правительства у нас абсолютно неприкасаемы, а некоторые действительно кандидаты номер один на вылет. Вот об этом мы подробно поговорим в субботу прямо по персоналиям. Однако от себя могу заметить, что проанализировав вчера, ну, бегало состав из 12 вице-премьеров правительства, могу сказать, что, как ни странно, самым первым кандидатом на вылет в ближайшее время является Фанур Егафаров. Многие вообще даже не знают, что у нас есть такой вице-премьер, ну и, собственно, в этом-то и проблема. Фанур Егафаров оказался самым бесполезным, самым бездеятельным, ну и одновременно с этим самым безвредным вице-премьером правительства, и, вероятнее всего, он первым и потеряет этот пост. Ну и традиционно немного не об оперативке, теперь мы решили добавлять новости прошедших дней в эту передачу вторника, и, по-моему, получается все удачно. Я говорю о том, что выходные, которые мы раньше не могли зацепить такими оперативными новостями, а теперь мы можем... В выходные прошло два события в Ишимбае и в Сибае. Это были сходы граждан. В Ишимбае сход граждан продолжал требовать отставки господина Абдрахманова. Несмотря на то, что были предприняты все меры не допустить это мероприятие, в том числе блокировка города при помощи экипажей ГИБДД, шесть автомобилей ГИБДД, как минимум, не допускали на территорию города людей, которые, скажем, въезжали с сомнительными, по мнению, полицейских целями. Однако 500 с лишним человек собралось и потребовало, продолжило требовать отставки господина Абдрахманова. Есть новости расследования по поводу событий на горе. Очень любопытный анализ номеров автомобилей, который привел к тому, что выявлен был один из номеров автомобиля, на котором прибыл господин Кельсинбаев. И вот, как говорится, гений же внутренней политики, он приехал на автомобиле из правительственного гаража. Теперь, конечно, это все было легко вычислено, и присутствие господина Кельсинбаева на горе считается уже абсолютно доказанным. Так вот, в Ишимбае 500 с лишним жителей города и района продолжили требовать отставки господина Абдрахманова, этого главы района Матершинника и человека, который любит бегать в одежде никарагуанских контраст. В общем-то, на прошедшей неделе были даже высказывались такие предположения, что почему Хабиров так упорно отстаивает господина Абдрахманова, не только потому, что он его там сосед по прошлым годам, не только потому, что Хабиров боится цепной реакции в других районах и городах, а еще и потому, что на господина Абдрахманова завязаны очень серьезные финансовые потоки, связанные с вот этой зоной особого экономического благоприятствования, которое разворачивается вокруг Ишимбаева, и что, дескать, там чуть ли не 6 миллиардов асигнованных из бюджета завязано на господина Абдрахманова, и если его сейчас сменить, то может быть утрачен контроль над этими финансами, и их не удастся эффективно своровать. Помимо экипажей ГИБДД, которые пытались не допустить посетителей на акцию жителей Ишимбайского района, в Ишимбае еще и попытались провести концерт на этой площади, то есть, чтобы с целью заглушить какие-то разговоры и крики выступающих и протестующих, это, конечно, тоже классический подход, то есть, пригнать из укусилища аппаратуру и, значит, выпустить какой-нибудь творческий коллектив, который будет петь и плясать ни с того ни с сего на площади перед администрацией района, но протестующие нашли решение, они отошли просто в сторону и продолжили свою акцию и там. В общем, я считаю, что в Ишимбайе акция удалась, я полагаю, что это будет продолжаться и в следующие выходные по модели Хабаровска и Минска, и я думаю, что протестующие в Ишимбайском районе добьются в конечном итоге результата и отставки господина Абдрахманова. В минувшее воскресенье прошла акция в Сибае, Сибай, что называется, очнулся, собственно, проблемы все те же, сход граждан потребовал рекультивации карьера и закрытия строительства цементного производства китайской корпорации, которая начинается рядом с Сибаем. Ну, по поводу карьера все более-менее понятно, карьер продолжает дымить, люди продолжают болеть, это еще накладывается, естественно, и на COVID-19, но появилась еще дополнительная нагрузка на карьер, там, значит, туда же свозятся какие-то отходы иных производств, а еще рядом с Сибаем начинается строительство вот этого цементного завода. Казалось бы, надо бы, наверное, радоваться, что новое предприятие откроется, но, оказывается, местные жители определили, что количество рабочих мест так мало на этом цементном заводе, а количество привозимых туда китайских рабочих по плану так велико, что, как бы, вот эти плюсы абсолютно не перевешивают минусы, и в итоге жители Сибая только получат цементную пыль в легких и никаких, значит, плюшек, никаких финансов и никаких рабочих мест. В общем, жители Сибая начинают потихонечку приходить в себя после вот этого всего карантинного, значит, безмолвия, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще не одну акцию, которая произойдет в Сибая.